Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Генчаренко в этом выпуске. В двух районах республики подсчитывают ущерб от разгулявшейся стихии. Кому-то повезло, град прошел рядом, ну а во многих огородах осенью собирать будет нечего. Помидоров наросло много, но все раскидано по огородам, все разбито, огурцы все поломаны. И опять Первомайская, на этот раз с перспективой позитивных перемен. Директора сменили, нашелся потенциальный инвестор, но население по-прежнему поделено на два лагеря. Вот эта женщина все влюет. Она раньше была первой воровкой в этом хозяйстве. Сейчас она стала леди Вакулина. Можете записать все это. Двенадцатый почетный, легендарный тренер Юрий Лебедев в свой день рождения удостоен заслуженного звания. Чтобы дать развитие настольному теннису, ему приходилось обманывать больших начальников. Меня к нему не пускают, а еще там 8 лет. Я говорю, он меня приглашал. Обманул полдня, полдня. Он никого не принимал, которые должны были быть причем. Мы с ним спорили. Спорили, и я победил. Оборванные линии электропередач, нарушенная телефонная связь, уничтоженные огороды. От разгулявшейся стихии на этой неделе пострадали населенные пункты Усть-Абаканского и Алтайского районов. Население и поселковые власти подсчитывают убытки, нанесенные градом. Позже будут искать деньги на устранение последствий. Возможно, средств понадобится больше, так как сельсоветы могут оштрафовать. Подробнее Олеся Калиниченко. К счастью, такие природные явления, как град, в республике бывают нечасто. В прошлом году стихия башевала в Ширинском районе. Градом побило сельхозугодие, огороды. Удары не выдержали окна и крыши домов. 24 июля в Усть-Абаканском районе последствия были не столь разрушительные. Тем не менее, поваленные деревья, оборванные линии электропередач, куча сломанных веток. Впоследствии разгулявшиеся стихии устраняли практически всю ночь. Работы по расчистке улиц продолжили утром. Местные жители говорят, туча пришла с запада, откуда обычно осадки не ждут. Сначала поднялся шквалистый ветер, а затем деревню накрыло градом. Как обычно бывает в таких ситуациях, события развивались стремительно. Люди даже не успели закрыть парники с огурцами. Льдинки размером с голубинное яйцо за считанные минуты превратили в решето, всю зелень в огородах. Если корнеплоды до сбора урожая, возможно, еще оклемаются, то лук, помидоры, капуста после такого уже вряд ли восстановятся. Пострадало вообще все. От лука до картошки. Год будет голодный у нас в деревне. Помидоров наросло много, но все раскидано по огороду. Все разбито. Огурцы все поломаны. Я думаю, кто в окошке стучит, глянула, а это такой град, аж чуть эти силы не развила. Люди, конечно, не отчаиваются, понимают, что сегодня все овощи можно купить, но это дополнительные траты. И в данном случае жалко не столько средств, сколько потраченных на огородах времени и сил. Здесь уже ничего не сможет вырасти. Все пострадало. Сейчас уже время. Вот уже сегодня 24 июля. Уже поздно. В Доможаково пострадали не только грядки. На некоторых улицах оборванной линией электропередач нарушена телефонная связь. Правда, без электроэнергии люди долго не оставались. Тополя упали на электролинии. Были повреждения, порывы. Мы устраняли практически до 3 часов ночи, чтобы не потекли холодильники, чтобы работали детские садики, магазины. Южные электросети, большое им спасибо. Мы вовремя приехали. Сейчас продолжаем мы этот ремонт, уборку данной территории, ну и восстановление электролинии. За помощью в сельский совет обратились 16 человек. В их домах градом выбило стекла, ветром повредило крыши. Я укладывала ребенка, у меня ребенку 3 годика, усыпляла и резко вот туча пошла и как давай бить. Я думала сначала кто-то, ну, камешком кинула. И как все полетело, я побежала в кухню, ребенка, значит, спрятала, выбежала, второе спасла стекло, сам не закрыть, а одно не могла. Как пояснили в сельсовете, без помощи людей не оставят. Специальная районная комиссия прошла по каждому адресу, где есть повреждения от стихии. В составленные акты подсчитывают сумму ущерба, а затем начнут изыскивать средства. Если районный бюджет не потянет, помощи попросят у республики. Правда, деньги, возможно, понадобятся не только на устранение последствий. Местному сельсовету грозит штрафом МЧС. Причина – глава не сообщил ведомство о стихии. Между тем, республиканские синоптики говорят, сейчас наблюдаются такие температурные режимы, что ситуация с градом может повториться. Если очень черное облако, визуально, оно достигает такой вот свинцовое черное облако, это значит достаточно мощное облако, и в нем обязательно присутствуют градины. На ближайшее время ситуация у нас до 30-го числа не изменится. Все так же температура дневная 23-28, ночная 10-15. Ветра сильного не ожидаем, поэтому ливневые дожди с грозами мы прогнозируем в отдельных районах. Местами, в горных районах даже сильные, очень сильные дожди. Олеся Калинченко, Антон Михайлов. Вести, Хакасия. События недели. Тучи сгустились на этой неделе над Сибирской губернией. Птицефабрикой в селе Подсинем. Там энергетики едва не обесточили предприятия, задолжавшие огромную сумму за потребленную электроэнергию. 9 миллионов рублей. Долг накапливался в течение двух лет, поскольку все это время услуги энергетиков птицефабрика оплачивала лишь частично. Избежать санкций удалось в самый последний момент. Долг был погашен, но опять же не полностью. 2 миллиона. Однако этого хватило, чтобы избежать санкций. Дальнейшие перспективы предприятий не ясны. Ни редакции нашей программы, ни энергетикам на связь с руководством Сибирской губернии выйти не удается. По имеющейся информации, телефон на птицефабрике отключен за долги. А вот в другом сельхозпредприятии, Первомайском, о котором мы не раз рассказывали, появились надежды на перемены к лучшему. На этой неделе основной вопрос, который больше всего волновал сельчан, решился положительно. По крайней мере, как того хотели многие восставшие против директора. А именно, снять с должности директора, который, по их мнению, привел предприятие в упадок. С апреля месяца оно банкрот. На этой неделе вместе со своей командой в село приехал временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Его встречали бывшие работники Первомайского. Уволенный директор Валерий Вакулин отсутствовал. О том, как некогда преуспевающее предприятие стало банкротом, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Вагнер. Закрыто акционером общества, люди являются кто-то акционером. Кто-то является акционером в основном в массе, это люди старшего поколения. Те, кто работал большую часть последнее время в хозяйстве, они уже акционерами не являлись. Естественно, влиять на принимаемые решения, на управление хозяйством не могли. Если я не оживусь, то тут как минимум, наверное, 10 лет с 2003 года, по-моему, собрание акционеров ни разу не собиралось. Поэтому никогда людям не доводилось ни финансовое состояние предприятия, не обсуждались планы на будущее. Хозяйство потихоньку, потихоньку шло к одному. Задолженность по зарплате достигла без малого 5 миллионов рублей. А бывший директор продолжал руководить, поскольку был назначен на эту должность конкурсным управляющим. Теперь, чтобы не накалялись страсти, он уволен, докладывает управляющий. До второго числа он был уволен, он был уволен, ну как раз таки в связи с настроениями людей, то есть негативными отношениями, да. То есть он был уволен. Сейчас кто занимается? Сейчас разговариваем, то есть чтобы человек уже от потенциального инвестора, чтобы он ввел непосредственный контроль. И начал заниматься лечением этого вопроса. Потенциальный инвестор, предприниматель из Саиногорска, Святослав Белов, намерен приобрести предприятие, когда оно будет выставлено на торги. К возможному новому собственнику сельчане отнеслись с сомнением, мол не из местных. В деревне по поводу кандидатуры даже прежнего директора не утихают споры. На него многие жалуются. Но немало и тех, кто продолжал работать, предпочитая не вступать в разногласия. Такие становились изгоями. Тут половина, которые стоят, они вообще, по 15, по 10 лет вообще не работали. Я могу вступить в эту ситуацию? Вот эта женщина все влет. Вот эта женщина все влет. Она раньше была первой воровкой в этом хозяйстве. Да, да. Сейчас она стала леди Вакулина. Можете записать все это. Чтобы не было такой вражды между первомателем. Если вот я работаю на Вакулинах, платится мне заработная плата, значит я такая и воровка, и такая-сякая. И вот вообще изгое общество стало. А мне нужна просто работа. У меня, думаю, дети мне надо. И до пенсии мне осталось совсем ничего. Мне надо доработать. Обстановка взрывоопасна. Пост директора на предприятии – должность рискованная. Похоже, что агрессивно настроены не столько оставшиеся работать на предприятии, сколько бывшие работники хозяйства. Большинство здесь присутствующих, не большинство, а часть присутствующих. Здесь люди, которые уже давно в совхозе не работают по определенным причинам. Вот они больше всех сегодня кричат, что одного посадить, а другого убить надо. А третьим ждут, когда это все произойдет, когда можно все растащить по домам и будет хорошо всем. Первоочередная задача – рассчитаться с долгами по зарплате. Если новый руководитель сможет решить вопрос, а тем более уладить отношения с кредиторами и поставить предприятие на ноги, то ему обещана поддержка на высшем уровне. Мы вам даем слово. Если вы пойдете на этот вариант и заберете хозяйство, мы вам дадим, как мы дали и Володе, поддержку. Персональную поддержку. Под министерством, по субсидиям, по всем делам. И, естественно, выбрать ситуацию с людьми. Сейчас такая ситуация, что она быстро лечится. Со всеми решать. Все честно, на поверхность. Все хозяйство вывернуло. Что есть? С банкирами, с новым собственником. Сюда сбоку все срастется. Мы свою программу рисуем. Реанимация этого предприятия в будущем после ваших процедур. Или параллельно с этой процедурой, да? Мы дадим все. Я вам могу что гарантировать? Что мы вам дадим, потому что в хозяйстве приоритет. Покупки новой техники, субсидии разного рода. Больших количеств. Идеальным вариантом стало бы мировое соглашение с кредиторами. Возможно, завтра будут приняты уже какие-то конкретные решения относительно дальнейшей перспективы хозяйства. Два дня мы даем всем реально посидеть, поставить свои предложения, в том числе и Ростсельхозбанку. А в понедельник мы должны выработать решение, которое бы нам позволило в ближайшую неделю выполнить ту задачу, которую губернатор поставил по выплате заработной платы. Придется пожертвовать частью скота, который, опять же, заложен в банке. Но если этого не сделать, понятно, банку меньше всего интерес выплатят, людям зарплату или не выплатят, банку интерес получить свои деньги назад. Судя по всему, Первомайскому предстоит непростая зимовка. Во время посевной техника не выходила в поля, а потому ничего не посеяно. Остается надежда на сенокос. Говорят, погода благоприятствует. Травостой хороший, можно взять не один укос, если к работам приступить, не теряя времени. На этой неделе избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала первого кандидата на должность главы республики. Им стал Виктор Зимин, выдвинутый Хакасским региональным отделением партии «Единая Россия». Он получил удостоверение установленного образца. Виктор Михайлович поблагодарил комиссию за оказанное доверие и пожелал избиркому хладнокровия. На сегодняшний день я являюсь гарантом конституции республики Хакасии. И в этот период. Что бы у нас ни происходило, будут эмоции. С вами не должны быть подвержены эмоции. Только закон. Если мы сделаем благо, или благо пожелания одному кандидату или же какой-то партии, это чревато только одним. Это недоверие им граждан. На этой неделе газета Хакасия опубликовала еще одно программное интервью временно исполняющего обязанности главы республики Виктора Зимина. Статья вышла под заголовком «Время быть молодым». В ней идет речь о том, что в регионе будет создана система, которая позволит молодым людям реализовать себя. И что многое для достижения этой цели уже сделано. Это в первую очередь социальные проекты. Цитата. Сегодня у всех на слуху реализация закона о выделении молодым семьям и молодым специалистам практически бесплатной земли под строительство. Под действие этого закона подпадают более 100 тысяч человек. Он был принят 29 мая 2013 года, а уже осенью в соответствии с этим документом первые молодые семьи начнут получать землю. Когда мы только выходили в парламент с этой инициативой, даже главы некоторых муниципалитетов не верили, что у нас получится успешно пойти по этому пути. Для многодетных семей в Хакасии уже второй год идет массовое распределение земельных участков. Этой категории мы выделили уже более 1300 участков. Еще 1200 выделим в этом году. Мы стали одним из регионов-лидеров в России по обеспечению многодетных семей землей. Теперь законодательные границы расширились, и мы уже ставим перед собой еще более масштабную задачу дать каждой молодой семье в Хакасии возможность получить в собственность землю под строительство на льготных условиях. Для улучшения качества жизни финансирование ведется по многим направлениям. Демографический рост стимулирует решение проблемы очередности в детские сады, которая, по словам Виктора Зимина, должна быть полностью решена к 2016 году. Это реальная задача, и она будет выполнена. Цитата. Вопрос стоит на повестке дня. Последние два года мы выделяем серьезные ресурсы на снятие остроты проблемы. Только в прошлом году на снижение очередности в детские сады по всей Хакасии было выделено более 175 миллионов рублей. Мы создали 2355 новых мест в детских садах. Охват детей трех-семилетнего возраста дошкольным образованием составил 84%. В 2013-м мы создадим еще 2500 дополнительных мест. Я поставил задачу профильному министерству начать в этом году строительство еще пяти новых детских садов. В статье говорится и о том, что все делается для того, чтобы вывести безработицу на минимальный уровень. Для этого планируется создать свыше 7000 рабочих мест. И еще о позитивных перспективах. Хакасия станет базой подготовки лыжников национальной сборной. Республика получила официальное подтверждение от Министерства спорта России. Об этом на этой неделе Виктор Зимин заявил на заседании правительства. Основные тренировки сборной страны перед зимней Олимпиадой 2014 года пройдут в Центре спортивной подготовки в вершине Тёи, где сделали точные аналоги сочинских трасс. Для республики это большая честь и ответственность. Я благодарю всех, кто задействован в реализации проекта строительства Центра спортивной подготовки. И поставили такую задачу, чтобы определить, или вернее сделать, вернуть ту былую славу нашего Центра в рамках Советского Союза. Ну а теперь уже Россия. Достижения в спорте на этом не заканчиваются, отметил глава правительства. Хакасия сегодня в тридцатке регионов лидеров по спорту. И озвучил результаты по другим направлениям. К примеру, насколько жителей Хакасии устраивает работа той или иной сферы. Медицинская помощь. В 2009 году здравоохранение удовлетворительно оценивало лишь треть населения. А в 2012 уже 43%. По этим показателям мы занимаем 10 место в России и лидируем по Сибирскому округу. Образование. Здесь динамика тоже существенная. С 62% в 2009 году до 70% в 2012. А это 15 место среди других регионов страны и второе в Сибири. Состояние и работа ЖКХ еще 4 года назад положительно отзывались 24%. Сейчас чуть больше 30. В итоге 14 место в России и только 5 в округе. Самые динамичные изменения произошли в спорте. Если раньше спортивная жизнь Хакасии устраивала каждого четвертого жителя, то сегодня удовлетворен каждый второй. Это седьмое место среди 83 субъектов и первое в Сибири. Статистика, добавил Виктор Зимин, должна стимулировать правительство к дальнейшей работе. Что касается спортивных достижений, то ими жизнь в республике была богата и прежде, и результатов добивались высоких. И заслуги причастных к этому людей оцениваются достойно. Об этом во второй части выпуска после рекламы. 12-й почетный легендарный тренер Юрий Лебедев в свой день рождения удостоен заслуженного звания. Чтобы дать развитие настольному теннису, ему приходилось обманывать больших начальников. Меня к нему не пускают. А еще там 8-й нет. Я говорю, он меня приглашал. Он полдня, полдня. Он никого не принимал, которые должны были причинить. Мы с ним спорили. Спорили, и я победил. На этой неделе город отметился знаменательным событием. Официально присвоено звание почетный гражданин города человеку, безусловно, этого заслуживающему. Им стал легендарный тренер Юрий Дмитриевич Лебедев, положивший начало бурному развитию настольного тенниса в городе и в республике. 24 июля заслуженный тренер России принимал поздравления по случаю собственного юбилея. В этот день ему исполнилось 80 лет и в связи с присвоением звания почетный гражданин Абакана. А присваивается оно не так часто объявил на торжественном собрании глава администрации Абакана Николай Булакин. Раз в пять лет, не чаще, у нас в Абакане, самым выдающимся, самым замечательным гражданам, жителям нашего города, общепризнанным, присваиваем почетное звание, звание почетный гражданин города Абакана. Называет и утверждает кандидатуры компетентная комиссия, в которой не только представители администрации, а и известные и авторитетные горожане, в том числе и те, кто уже в звании почетного гражданина города. Подход принципиальный. Зачастую по кандидатурам возникают споры, чего не было, когда называлось имя Юрия Лебедева. Когда обсуждалась ваша кандидатура, ни у кого не было никаких вопросов. Все горожане занимаются они теннисом, либо не занимаются. Все вас знают. Вы у всех на слуху. Кого-то бы теннис учили, кого-то бы в банке там были, там и снабжали, кого-то чайком траминным поели. В общем, вас все знают. Будьте здоровы. Настольный теннис у Лебедевых это семейная, целая тренерская династия. Родная сестра Тамара Нагибнева, тоже именитый тренер, говорит, что начинали играть в детстве, когда и играть-то было не на чем. А потом из простого любопытства все переросло в спортивный интерес. Частный дом у нас. Мы сделали просто на козло положили доски. Сняли дверь, положили доски, обложили, значит, недостающее пространство до размеров теннисного стола. Натянули сетку. Но это принес вот такой набор, это брат Олег принес. Когда я первый раз увидела, говорю, о, в любой столе. То есть мы оттуда начали. У нас во дворе, как любительский такой клуб организовался. Юрий Дмитриевич провел там свет, и мы до самого позднего вечера вот этот шарик приняли. Профессиональному увлечению теннисом способствовал футбол. В 1966 году посчастливилось попасть в Англию на чемпионат мира по футболу. Уже потом его начнут ревновать к теннису, рассказывает Юрий Дмитриевич, потому что предпочтения резко поменялись во время одной только поездки на Туманный Альбион в составе делегации от Красноярского края. Там, значит, был университет, там жили студенты. И вот эти студенты играли в настольный теннис. Общались мы с ними там через переводчика. У нас группа была, в нашей группе было человек, наверное, 10 англичан. А эти, так сказать, англичане, они туда приезжали на стажировку. И все это использовали. Ну, вот, там столы стояли, смотрели мы, поиграли. Ну, день и ночь, как играют они и как играли. Как мы играли, можно сказать. При возвращении домой в багаже уже были фирменные ракетки. Непозволительная роскошь и крайне неожиданный выбор для командированных за границу советских граждан. Купил в ракетах, сколько у нас было денег у меня, там выдавали нам. Сначала было трудно найти магазин, не могли спортивный магазин найти. Уже дело к концу дня шло. И, значит, они говорят, отдай нам деньги, деньги отдам. Нам на костюм не хватает. Костюмы хорошие там были. Я говорю, нет, я найден все равно. Нашли магазин, купили ракетки хорошие. Почему именно теннис стал смыслом жизни для увлеченного футболиста, непонятно и по сей день. Знаете, как-то захватил, я не знаю почему. Я даже не могу это выразить. Почему это меня вот захватил. И потом уже меня начали ревновать футболисты и хоккеисты на сторону тенниса. А потом, потом я перешел на сторону тенниса полностью. Теннис начинался в Хакасии практически с нуля. Это Юрий Лебедев смог отстоять для теннисистов спортивный зал на входе в Абаканскую зону отдыха. Его уже успели отдать под бильярд. Обманным путем удалось попасть на прием к тогдашнему председателю исполкома партии Владиславу Торосову и отстоять спортзал. Я был на совещании в Москве. И нелетная погода и задержался. Как раз в этот вечер, когда нелетная погода, решили этот вопрос. И отдали, и, значит, бильярду. Я прилетаю на совье и прихожу утром. Мы... Меня к нему не пускают. А еще там восьми нет. Я говорю, он меня приглашал. Обманул. Она начала... Я говорю, ну, выйдите. А я скажу, что никого не было, поэтому я к вам зашел. Я зашел. Подздоровались. Я говорю, вот, по-дакому вынес. Полдня. Полдня. Он никого не принимал, которые должны были прийти. Мы с ним спорили. Спорили. И я победил. И отдали этот зал нам. В то время власть в Хакасии решала многие насущные проблемы, необходимые для развития и дальнейших перспектив, в частности, спорта. Сейчас теннисисты хоть и сохранили прежние запалы традиций, но без финансовой поддержки на выездные соревнования не попасть. Денежная перспективация. Нужно ездить. Ездить. А это не получается, потому что денег мало. Пока, если и в городе. А то, что, допустим, на крупные соревнования ездить, обеспечивать должны министерства спорта. О том, то есть, то нет. То давайте, вот, собирайте с родителей деньги. И такое было. Наивысшее тренерское достижение – золотая медаль Ирины Запиваловой на чемпионате Европы. Сегодня она живет во Владивостоке. Многие теннисисты выступают за другие регионы и даже страны. Этот вид спорта и тренер с большой буквы дали им путевки в жизнь. Двое защищают цвета национальной сборной России. В Хакасии настольным теннисом активно занимаются свыше 800 детей и подростков. Глава города Николай Булакин пообещал улучшить условия для тренировок абаканским теннисистам. Планируется реконструировать зал, расположенный у спорткомплекса, который когда-то удалось отвоевать у бильярдистов и сделать теннис в городе культовым видом спорта. Это было примерно в то время, когда учредили звание почетный гражданин Абакана – 1974 год. За это время только 11 почетных. Юрий Дмитриевич Лебедев – 12-й. Большим подспорьем на пути к высоким достижениям для абаканских теннисистов был пионерский лагерь «Баланкуль». Юрий Дмитриевич там не был целый год. Это довольно большой срок, потому что раньше время только там и проводили. Почему эта местность благоприятно влияет на результаты и почему был выбран «Баланкуль» еще задолго до появления там спортсменов, об этом мы говорили ровно год назад. Интервью в программу не вошло, а вот теперь есть повод. Лагерь этот полюбили сразу, но его искали, и долго искали, и нашли его в 36-м году, этот лагерь. И его открыли в 36-м году. Вот. Здесь цайга была сплошная. Представляете, как люди в то время заботились о лучших условиях. Тут было тайги много, ягод много, особенно было много клубники, но она и сейчас есть. Смородины много было очень. Я сюда заехал в 47-м году. А то, что касается раньше, вот допустим, Великая Отечественная война, 43-й год. Так вот, сюда на оздоровление привозили летчиков. Это же не случайно, такую даль. А мы сейчас почему-то начинаем «Баланкулем» пренебрегать. Почему? Мне непонятно. На эти темы я со многими начальниками уже говорил. Они как-то с курс смотрят. А в смысле, что вы не чуде пренебрегать? Ну, дело в том, что вот почти много, половина всех старых построек. Можно было вот еще такую тему коснуть. Вот сейчас за последние несколько, пять лет, стали к нам ездить почти вся Сибирь. Сюда приезжал Меньяшвили, шесть лет туда ездил. Шесть лет ездил. А сколько он вырастил тут чемпионов мира, олимпийских. Это о чем-то говорит? Здесь такое здоровье. Нигде его не найдешь больше. Здесь Среднегорье. Добавлю, что к званию почетный гражданин Абакана городская администрация прикладывает финансовое вознаграждение. Причем ежегодное. 65 тысяч рублей в августе на каждый день города. Хорошая традиция и хорошо, что есть такие земляки. А у меня на этом все. Программу завершит парламентский дневник. Наш адрес в интернете вести. Дефис.хакасия.рф. Всего доброго. Парламент Хакасии продолжает свою работу даже летом. На этой неделе прошел президиум Верховного Совета. Обсуждали сразу несколько важных социальных вопросов. Один из них устанавливает увеличить материнский капитал сразу в два раза. Правда, повысится не вся его часть, а лишь республиканская и только для жителей малых сел. С таким предложением вышло Министерство труда и соцразвития. Сегодня сумма выплаты 100 тысяч рублей. После принятия поправок в закон семьи из небольших поселений будут получать единовременное пособие в размере 200 тысяч. На сегодняшний день хотелось бы дать, наверное, новый импульс развитию малых сел в республике Хакасии. Конечно же, поддержать многодетные семьи, которые проживают именно в малых селах республики Хакасии. Таких сел в республике сегодня 76, в которых проживает до 100 человек. И в настоящее время в этих селах проживает 117 семей, в которых воспитываются два и более несовершеннолетних ребенка. Региональный материнский капитал по закону можно потратить на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка или на его лечение. Поправки в закон вынесут на ближайшую сессию Верховного Совета Хакасии. Если изменения примут, из бюджета республики дополнительно выделят на маткапитал еще практически 12 миллионов рублей. Парламентарии уверены, затраты оправданы. Если мы в городах и в крупных населенных пунктах детей-то поддержим, строим и школы, и музыкальные школы, и спортивные, и всякие прочие, то в этих-то населенных пунктах они как раз лишены этой поддержки. Еще одни изменения в закон дадут шанс получить земельные участки под строительство еще как минимум шестим многодетным семьям. Все они уже стояли на очереди, но из-за неточности в законе их исключили из списка. На момент получения старшим детям исполнилось 18 лет, а значит по условиям право на землю семьи теряют. Депутаты сочли такой исход несправедливым и предложили поправить закон. Участки же мгновенно не выдаются, это очередь, это может быть и полгода, и год. И поэтому вот такой законопроект мы внесли, по которому не в зависимости, когда ты получаешь участок, а когда только становишься на очередь, фиксируется состояние многодетной семьи. Вне формата президиума депутаты рассмотрели обращение к Дмитрию Медведеву. Обычно такие документы выносят на сессии Верховного Совета. Но этот вопрос требует безотлагательного решения. Речь идет о квартирах детям-сиротам. Сегодня в Москве распределяют средства на приобретение жилья. Каждому региону отводится своя сумма. По предварительным данным в Хакасию направят лишь 60 миллионов. Но нашей республике, чтобы закрыть проблему, нужна сумма значительно больше. Мы в республике выделяем примерно 150-155 квартир в год. Нам нужно выделять примерно 450-500 квартир в год, чтобы снять вопрос с очередью для детей-сирот. Ежегодно в Хакасии на покупку жилья сиротам уходит в среднем 145 миллионов рублей. Это с учетом федеральных переводов. Суммы хватает, чтобы погасить лишь треть всей очереди. С каждым годом списки растут. В обращении депутаты просят увеличить помощь из центра до полумиллиарда. Выход в глобальную сеть по библиотечному билету. В Абакане открыли современный медиа-центр. Первый в Хакасии и на юге Красноярского края. Похвастать новым оборудованием теперь может республиканская библиотека. Теперь у ее читателей есть возможность не только использовать интернет, но и получить доступ ко всем электронным ресурсам библиотеки. Причем в достаточно комфортных условиях. Медиа-центр включает в себя читальный, мультимедийный и выставочный зал. На оборудование и современный ремонт ушло 7 миллионов рублей. Два выделила республика, еще пять вложила крупная компания в рамках социального партнерства. Критерием всего этого будет наполнение здесь и нахождение здесь молодежи. Вот когда здесь будет много молодежи, тогда мы не знаем, что на 100% проект состоялся. Сегодня, в последнее воскресенье июля, Россия отмечает День военно-морского флота. С этим праздником жители республики поздравил руководитель аппарата Верховного совета Хакасии военнослужащий ВМФ в отставке Георгий Майтаков. От всей души поздравляю всех, кто проходил службу в рядах военно-морского флота Советского Союза Российской Федерации. Матросов, мичманов, старшин, сержантов и офицеров, членов их семьи, родных и близких, всех жителей Хакасии с нашим замечательным праздником – Днем военно-морского флота. Здоровья вам, удачи и успехов. Желаю попутного ветра и 7 футов под келью. На этом у нас все за новостями Верховного совета Хакасии. Можно следить также и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok